Мыльная основа, красители, отдушка, эфирные масла. Эти нехитрые средства Фаина Маркова всего за час способна превратить в настоящее мыло. Его-то и подарят на 23 февраля. Самодельное мыло можно сварить любого цвета и формы. Танки, звезды, гранаты, машины. У мужской тематики и аромат особенный. От запаха моря до дорогого парфюма или, например, благородных спиртных напитков. Каждая мыло уникальна от состава до вкрапленных в него украшений. Мужчины больше любят что-то простое или тематическое. То есть это все строго индивидуально. Также можно приготовить мыло с пожеланием, с надписью, с фотографией, с чем угодно. То, что человеку нравится. Если это мой муж, я могу написать то, что я его люблю. А то если мой отец, так же я ему написал, что я им горжусь. Магазин оригинальных подарков. Здесь очереди с самого утра. Как отмечает продавец Екатерина, к вечеру скупили почти весь ассортимент. Самый дешевый подарок 100 рублей, самый дорогой 3 тысячи. От предметов быта до новинок. Необычного пластилина, головоломок и самого востребованного товара настольных игр. Денег на сильную половину дамы не жалеют. Подобный презент пользы и не принесет. Зато точно запомнится надолго. В честь праздника я решила подарить своему мужчине вот такую пачку денег. Я думаю, что такой подарок сейчас очень актуален. Мы пошли от противного и спросили мужчин, какие подарки они не хотели бы получить в День защитника Отечества. Наши девочки. Нам постоянно дают носочки. Ну что еще? Платочки, шахмики, соплевики. Я думаю, открытки. Ну, игрушки какие-то. Ручки. Галстук, открытка. Что еще? Не знаю. Ну, зажигалка, так как не говорю. Носки, бритвы. Потом воду туалетную. Ну, это постоянно. Как будто у меня этого нет. Знаешь, как будто плохо пахнет. Итак, как показал наш опрос, самые распространенные и главное полезные подарки, такие как носки, пена для бритья или туалетная вода, для многих мужчин уже не актуальны. Поэтому я предлагаю им просто дарить свою любовь. Екатерина Бурова, Александр Барановский. Новости сейчас.